Штраф за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте может возрасти до 5000 рублей. Такая законодательная инициатива коснется лишь пребывания нетрезвых в транспорте. Этот законопроект позволит ужесточить безопасность на железных дорогах, в самолетах, на речных и морских судах. О других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Россиянам найдут выходной на прохождение медобследования. Уже с осени спонсоризации в России может стать платной для работ удателей. Они будут обязаны оплачивать сотрудникам день, потраченный на ее прохождение. Такие поправки в Трудовой кодекс готовит Комитет Госдумы по охране здоровья. Ведь зачастую основным препятствием для прохождения спонсоризации для работающего населения является начальство, которое отказывается давать работнику от гул для обследования. Если поправки вступят в силу, то потеря работодателей составит 34 миллиарда рублей. Штраф за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте может возрасти до 5000 рублей. Такой законопроект уже поддержало правительство России. Правда, повышенные тарифы будут взиматься не во всех общественных местах. На улицах или в парках пьяному прохожему выпишут квитанцию по старому тарифу от 500 до 1500 рублей. Законопроект предлагает ужесточить ответственность за подобные безобразия пока только на объектах транспорта. То есть речь идет о безопасности на железных дорогах, самолетах, на речных и морских судах. За оскорнение символов победы хотят ввести уголовную ответственность. Соответствующую законодательную инициативу готовит член Комитета Госдумы по обороне Игорь Зотов. Изменения предполагается зафиксировать в уголовном кодексе. Наказание за надругательство или оскорнение символов победы предполагается установить по аналогии с наказанием за то же в отношении символов государства. То есть ограничением свободы на срок от одного года, либо принудительными работами на тот же срок. Также возможен арест на срок от трех до шести месяцев. Продолжение следует...